Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим на тему взаимоотношений девочек с диагнозами раса, аутизм, заперер и прочее и их матерями. В предыдущих лекциях мы уже упоминали, что симптомы расы аутизма у девочек сильно отличаются от таковых у мальчиков. Девочке легче компенсируют легкие повреждения центральной нервной системы, и там, где у мальчика может быть диагностирован уже аутизм и рас, девочка может иметь некоторые, скажем так, странности в поведении и трудности в обучении. Поэтому, когда мы встречаем девочку, у которой раз диагностировано официально или диагностировано другое нарушение психического и прочего развития, то в таких случаях можно с высокой степенью уверенности сказать, что у нее имеется сильное органическое повреждение центральной нервной системы. Можно многое сказать об этих разницах в проявлениях этих отклонений у мальчиков и у девочек, но в этой лекции мы сосредоточимся на взаимоотношениях девочек с рас и подобными диагнозами, в том числе с умственной отсталостью, с их матерями. Потому что тоже мы видим очень большую разницу и зачастую с девочками в чем-то сложнее, скажем так. И с мальчиками непросто, но с девочками есть некоторые нюансы, которые, скажем так, те родители, которые их учитывают, вполне успешно преодолевают, а те, которые их не учитывают, могут получать очень плохие результаты. Мы наблюдали сами различные случаи, также есть достаточно специальной литературы, где тоже описаны различные случаи. То есть то, о чем я сейчас буду говорить, в общем, достаточно распространенное явление и, скажем так, это не единичное. То есть это вот есть какие-то свойства в мозгу таких девочек, что заставляют их себя так вести. Какие же, скажем так, выводы можно сделать из всего, что мы прочитали? Сейчас я вам расскажу. Во-первых, у подавляющего большинства девочек с рас и подобными диагнозами эмоциональная сфера страдает крайне редко. Собственно, надо сказать, что мы таких девочек, у которых бы эта сфера страдала в том же виде, как у мальчиков, практически и не видели. То есть такие девочки очень чувствительны к тому, как к ним относятся окружающие, особенно мать. Мать для таких девочек занимает всегда особое место, про это нужно не забывать. То есть даже если, скажем, имеется любящая бабушка, все равно мать будет стоять, так сказать, на отдельном пьедестале и, соответственно, к ней будут другие требования. У этих девочек есть обостренная потребность в материнской любви и в том, что мать их принимает, то есть в материнском принятии. И при этом они очень чувствительны ко всем внутренним эмоциональным движениям окружающих, особенно матерей. И их невозможно обмануть с помощью притворства. То есть там, где мальчик просто не фиксирует, что происходит, девочка это не просто фиксирует, она это оценивает и она, соответственно, реагирует. Правда, реакция это может быть совершенно, скажем так, неприемлемой с социальной точки зрения. Вот эти их свойства могут их делать очень неудобными для жизни в семьях и особенно в тех семьях, где отношения включают в себя элементы лицемерия и, скажем так, обоюдной лжи. В то же время, такие девочки, они с готовностью отвечают на искреннюю любовь, на искреннее принятие со стороны матери, на искреннее желание, так сказать, их блага. То есть они это понимают, чувствуют и эмоционально полностью отвечают. Они умеют самозабвенно любить, причем они могут быть очень верными и так далее. И это их свойство тоже может доставлять неудобства, потому что у многих из них может возникать ревность. И ревность эту бывает очень сложно, скажем так, унять какими-то социальными условностями и ограничениями, просто потому что такая девочка эти условности и ограничения не воспринимает. Она их может даже понимать умом. Есть такие девочки, но она их не принимает. И потом именно у девочек можно наблюдать такое интересное свойство ума, что при повреждении, скажем, абстрактного и общего интеллекта, как правило, сохраняется такой житейский интеллект. То есть он может быть очень неплохим, и девочка может быть очень хитрой. И можно привести много примеров, чтобы это проиллюстрировать. Просто не будем сейчас этого делать. И во всем этом нас интересует только тот момент, что если девочка ревнует или чувствует себя обиженной, то она найдет способ, во-первых, устранить факторы, вызывающие ревность, что может быть, скажем так, небезопасно для окружающих, или отомстить за обиду. Вот для того, чтобы, скажем так, обходить все вот эти моменты, очень важно строить с такой девочкой правильные взаимоотношения, начиная с ее младенчества. Вернемся к тому, что каждый человек уникален. И это касается как детей, так и их родителей. Поэтому невозможно дать общий рецепт и сказать, вот делайте так, так и так, и у вас все будет правильно. Так не бывает, потому что каждая конкретная мать уникальна, каждая конкретная девочка уникальна, и, соответственно, уникальны их взаимоотношения. И поэтому каждая такая вот конкретная уникальная мать должна найти уникальный подход к своей уникальной дочери. При том, что невозможно дать общего рецепта, возможно обозначить некоторые очень базовые принципы для построения таких взаимоотношений. Какие же это принципы? В первую и главную очередь взаимоотношения с ребенком должны строиться на любви к нему и на желании добра именно самому ребенку. То есть на заботе о благе ребенка, причем благо ребенка должно быть именно благо самого ребенка, исходя из того, что он должен вырасти, как-то существовать в социуме. То есть это не должны быть какие-то мечты матери или бабушки или отца, что ребенок должен непременно стать хирургом, пианистом или еще кем-то. Это должно быть именно благо самого ребенка, то есть его желания, его перспективы развития жизни. Поэтому для успешного, скажем так, построения правильных отношений с дочерью, мать должна найти в себе силы на следующие духовные подвиги. Я, кстати, совершенно не шучу, это именно духовные, именно подвиги. Потому что это очень непросто изо дня в день вот это все делать и быть последовательной, не давать себе воли, так сказать, проявлять свои какие-то внутренние фрустрации и травмы. То, что я скажу, это чистая, так сказать, психология воспитания. То есть это не касается мер, которые, скажем так, призваны улучшить физическое состояние девочки, снизить ущерб от органического повреждения центральной нервной системы. То есть чисто воспитательные моменты. В первую очередь необходимо внутренне принимать особенности дочери. То есть не должно быть внутреннего и уж тем более внешнего осуждения, неприятия и отталкивания ребенка за ее особенности. Как уже я сказала раньше, такие дети, они очень чувствительны вот к таким моментам, и это очень важно. Потом необходимо стремиться понять, что движет ребенком в различных ситуациях. Это важно, потому что только понимая, из-за чего девочка, скажем, покусала учительницу или залезла под кровать, когда ей задали вопрос, или еще какие-то такие моменты, только вот при этом условии возможно скорректировать это. Потому что понимая, из-за чего это, можно либо как-то перенастроить ум девочки, чтобы она не так реагировала, либо еще как-то устранить. Ну, скажем так, только так возможно создать предпосылки для социализации. Обязательно необходимо проводить последовательные воспитательные меры. То есть девочка должна четко усвоить понятие «надо» и «нельзя». И выполнять необходимое, даже если ей это тяжело. Здесь от родителей, кстати, требуется просто вот самопожертвование, чтобы вот этого добиться во многих случаях. Но это себя оправдывает. И воспитательные меры должны, естественно, выбираться, исходя из истинного блага ребенка. То есть, например, если ребенок не умеет нормально реагировать на какие-то, скажем, обычные события, то нужно оценить, насколько это будет важно в его будущей жизни. Например, скажем, поездки в общественном транспорте. То есть, если ребенок ведет себя неадекватно, там, например, желает ехать только в зеленом автобусе или желает ехать только в личной машине или еще что-то, то понятно, что это очень мешающий момент и необходимо найти способ как-то выработать правильное поведение. И в данном случае уступка слабости или прихоти ребенка совсем не ведет к его благу, а к ее благу приведет, скажем так, последовательное воспитание и ограничение именно с целью решить эту проблему. То есть, научить ребенка ездить на транспорте или там делать что-то еще. В общем, это как бы понятно. Если с другой стороны какие-то особенности ребенка никому особо не мешают, то, в общем, ребенка не надо дергать, следует оставить ее в покое. Собственно, все, что я сказала, мне кажется достаточно очевидным и простым, но на практике оно простым не является. Мать может иметь свои какие-то психологические проблемы, она может испытывать чувство вины перед ребенком, она может испытывать чувство брезгливости, может не принимать болезнь дочери и много чего еще. То есть, бесконечно можно рассказывать про то, какие варианты могут быть. И, с одной стороны, да, она имеет полное право испытывать все эти чувства и эмоции. В конце концов, она живой человек и совершенно, так сказать, не обязана быть идеальной или святой. Но при этом она обязана помнить, что ее вот эта дочка, она все это будет ощущать и как-то к этому относиться. При этом свое отношение она скрывать не будет. И все будет сразу же отражаться и на ее поведении, и, скажем так, на ее взаимоотношении с матерью и с другими людьми. И при этом ей нельзя будет объяснить, что мать тоже человек. То есть, и мать, которая ребенка не принимает, она не сможет ни сейчас, ни в будущем объяснить своей дочери, что вот у нее было такое право. То есть, просто не сможет, не будет такой опции. И при этом, опять же, любая мать, она всегда будет центром мира для ребенка. И все это необходимо учитывать. Поэтому надо, так сказать, тоже принимать во внимание, скажем так, право на свободу своего выражения и на, так сказать, последующую плату, то есть на последствия. Мы наблюдали сами и читали в специальной литературе различные сценарии развития таких отношений между матерями и дочерями с расой аутизма. Самый успешный сценарий – это когда мать сумела наладить доверительные отношения со своей дочерью. В этих случаях девочки с этими отклонениями в развитии достигают наилучших результатов в своем развитии. Они стремятся сделать так, чтобы мама была довольна и счастлива, и напрягают для этого все свои внутренние и внешние ресурсы. То есть вот девочка просто все сделает, все, что она может и что не может, она будет работать, она будет стараться. Да, у нее будет не получаться, возможно, но если мать ей правильно поможет, то они очень многое смогут преодолеть. Вот именно таких детей мы иногда видим на разных конкурсах, соревнованиях, в роликах на Ютьюбе, когда вот, казалось бы, выходит ребенок, который, ну, ничего не должен мочь, и вдруг ребенок начинает там играть на фортепиано, или там петь, или еще что-то делать. То есть эти дети рисуют, поют, плавают, делают что-то другое, и все это вот благодаря тому, что их матери нашли к ним замечательный подход и сумели реализовать по максимуму их потенциал. Матери, которые сумели построить эти отношения, они неизбежно много времени уделяют своим дочерям и их развитию, но обычно они имеют время и возможности еще на какие-то другие занятия, хобби, увлечения. То есть это не то, что они прям запирают себя вот в одном ребенке. И главное, что мы видим в таких взаимоотношениях, то, что мать полностью принимает особенности дочери. И с одной стороны, она стремится создать для дочери максимальный комфорт, с другой стороны, ребенок не получает поблажек из-за своей болезни. То есть девочки требуют так, как если бы требовались здорового ребенка, но при этом снисходительно относятся к ее неудачам и огрехам и стараются их исправить. То есть ребенку стараются помочь, и ребенок во многих случаях научается и осваивает какие-то навыки, которые в других ситуациях бы не освоил. И вот в таких вот очень, скажем так, доброжелательных, положительных обстоятельствах такие дети полностью реализуют свой внутренний потенциал. Гораздо худший вариант мы видим в тех случаях, когда мать изначально не принимала болезнь дочери. То есть, например, мать стеснялась ребенка, избегала ребенка в детстве, всегда давала ей почувствовать, скажем так, ее ущербность, что дочка совсем не соответствует материнским ожиданиям. На самом деле это дело очень вредное для всех детей. То есть любой ребенок, попавший в такие обстоятельства, получит какие-то, скажем так, комплексы и какой-то ущерб своему психическому развитию. Но дети, а именно девочки с расумственной отсталостью и прочим подобным, они очень сильно страдают в таких обстоятельствах. И вот когда девочка растет в такой семье, с такой матерью, то по достижении возраста где-то 6-7 лет взаимоотношения между матерью и дочерью могут становиться очень плохими. Когда я говорю очень плохими, я не преувеличиваю, то есть вплоть до обоюдного насилия. Девочка может начать мстить матери и привлекать ее внимание различными способами, то есть она практически не дает матери жить. И способы эти будут абсолютно социально неприемлемыми. Некоторые девочки становятся агрессивными с матерью, в первую очередь с матерью. То есть всегда в первую очередь страдает мать. Иногда вот эта агрессия выплескивается не только на мать, а и на любых людей, которые этой девочкой занимаются, которые о ней заботятся. То есть, например, скажем, укусы, удары, поломанная мебель – это, в общем, совершенно не фантастические проявления подобного ребенка. И при этом та же девочка может быть совершенно шелковой, скажем так, с другим человеком, в котором она чувствует принятие и отсутствие осуждения. И вот работа с такими детьми для специалистов, например, это очень тяжелая задача, потому что может возникать неадекватная реакция, просто неадекватная совершенно агрессия, не спровоцированная на любые попытки ограничить детское «хочу», например, в процессе обучения. То есть, скажем, просто желание, допустим, преподавателя, чтобы девочка, допустим, села за стол на какое-то время или там еще что-то стала делать, может вызвать приступ такой агрессии. Что интересно, очень многие из таких девочек, они вполне обучаемы чисто интеллектуально, то есть интеллект у них бывает очень даже неплохо сохранен. И единственное препятствие к усвоению материала – это поведение. И, к сожалению, ситуация может становиться настолько плохой, что не остается никакого выбора у родителей с возрастом ребенка, кроме перевода, так сказать, ее в спецзаведение и использования нейролептических препаратов для оккупирования агрессии. Потому что чем старше такой ребенок становится, тем больше физической силы она начинает прикладывать и просто может становиться реально опасной для окружающих. Особенно это может происходить, если в семье имеются младшие дети, даже и старшие, надо сказать. Потому что, скажем так, поведение такого ребенка может показаться совершенно непредсказуемым. То есть, естественно, до такого ситуации лучше не доводить. Если это вот уже у вас существующая ситуация, то при искреннем желании матери исправить это может помочь работа с хорошим детским психологом, то есть со специалистом, который специализируется именно на таких детях. И такая терапия бывает успешной, хотя занимает много времени, то есть до нескольких лет. Помощь психолога может быть необходима, чтобы предотвратить возникновение подобной ситуации. То есть, чтобы отношения между матерью и дочерью не выходили вот в такие, скажем так, патологические рамки. И, скажем так, лучше матери сразу, если она чувствует, что у нее есть проблемы с принятием этого ребенка, вообще с воспитанием ее, то мать должна как-то уже с маленького возраста ребенка начать это исправлять. То есть, если мать чувствует, что она не справляется, она должна обратиться за помощью. То есть, вообще, это очень правильно в таких случаях, обращаться за помощью. В конце концов, мы не можем сами справляться вот со всеми такими критическими ситуациями. И поэтому тут остается только пожелать всем, чтобы все смогли наладить наилучшие отношения со своими детьми. Причем это касается как нездоровых детей, так и здоровых, потому что это важно для всех. И, в общем-то, принципы одинаковые. И, соответственно, я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok